Здравствуйте, Григорий. Я хотел бы как раз снять видео, чтобы услышать вашу точку зрения по некоторым вопросам. Именно хотелось бы все-таки разобраться с глубоким трунчуком, с призмой 233-го закона, который подписал президент Зеленский, в котором написано о том, что власть наша должна гарантировать бесплатную рыбалку на водоемах общего пользования. Так вот, у меня в принципе немного вопросов. Вот один из них это глубокий трунчук, это водоем общего пользования. Как вы смотрите на бесплатную рыбалку на этом глубоком трунчуке? Смотрите, сегодня по нашему закону на глубоком трунчуке плата за рыбалку не берется. И насколько мне известно, не бралось никогда. Потому что на глубоком трунчуке нет официального статуса участка любительской ловли. Это разве не река глубокий трунчук? Это канал, который соединяет реку Днестр с лиманом. Это технические сооружения, которые сделаны рыбаками-промысловиками несколько десятков лет назад, для того, чтобы им было удобнее, быстрее выходить с маяк, выходить на лиман. Таких каналов было несколько десятков. Многие просто завилились, а это место имеет удачное расположение, струя воды, и она его поддерживает. Это все сделано вручную, чтобы вы понимали. Правильно. Но все равно, я так понимаю, что на арендованных водоемах можно брать плату за рыбалку. Но ведь это же не арендован. Сам глубокий трунчук не арендован же? Глубокий трунчук. Это тот водоем, который входит в комплекс охотничьего хозяйства, который находится в пользовании Общества Охотников и Рыбаков 21 век. Площадь охотничьего хозяйства 3000 рейталь земли. Куда входит сама территория острова, который находится, территория находится от первой таможни, идет вдоль трассы, обходит Водоем Сити и уходит через глубокий трунчук на остров, который омывается Днестром, рекой Днестр, лиманом днестровским и глубокий трунчуком. Эта вся территория имеет общую площадь 3000 рейталь земли. На ней есть озера, там озеро Васильки, там есть гнилой трунчук, есть трунчук, есть Келеровский ерик, есть другие там водоемы, которые сделаны искусственно на этой территории. Это все находится сегодня в пользовании Общества Охотников и Рыбаков 20 век. Уже 20 лет. Смотрите, меня интересует именно глубокий трунчук. Пока вот в данный момент я хочу с вами поговорить именно о глубоком трунчуке. Да, сначала вы меня назвали бандитом, а потом хотите поговорить по глубокому трунчу. Нет, я говорю о том, что как вас называют. Не я называл, я называю. А я называю других людей по-другому. Ну, я вас понял. Все остальное. Не обижайтесь, пожалуйста. Нет, в каком случае, я это слышу много раз, поэтому будет какой-то хотя бы конкретный документ, какое-то решение суда, уголовное дело, какая-то информация, что хотя бы раз меня в жизни кто-то привлекал к уголовной ответственности или допрашивал хотя бы меня где-то что-то, тогда будем о чем-то говорить. А так, если какой-то там пьяница где-то что-то сказал, недовольный. Давайте про глубокий трунчук. На глубокий трунчук. Эта территория, то, что я сказал, входит в охотничье хозяйство. Эта территория сегодня входит пока предварительно в территорию национального парка, потому что в территории парка сегодня нет границ, нет зон, нет проекта. Ну, как бы, скажем так, чисто теоретически, она может входить, эта территория охотничьего хозяйства может входить в территорию парка. Когда у них будут оформлены все документы, мы тогда уже увидим, при согласовании будем понимать четко. Сегодня у меня есть, помимо того, что пользователь по охотничьему хозяйству, у меня еще есть договор с лесхозом. Эта территория принадлежит государству в виде лесхоза областного управления, с ними заключен договор. Договор чего? На 3000 гектар земли. Это договор аренды? Это что это? Это договор чего? Это договор аренды территории, который находится в собственности государства, имеет целевое назначение лесной фонд. Это лесного фонда из 3000 гектар, 2002 гектара. А водный фонд это 998 гектаров. То есть, у меня есть договор и с водным фондом, и с лесным управлением. За каждый гектар платятся деньги. В этих договорах прописано, что общественная организация, как предприятие, на этой территории может делать. Что она может строить? Какое предприятие? Общественная организация охотников-рыбаков XXI века. Она создана в 2001 году. В 2001 году эту территорию, пройдя все согласования, получила в пользование. Здесь действуют свои правила. Есть егерская служба, есть правила нахождения на этой территории. И дополнительно, помимо договора с лесхозом на эту территорию, есть у меня еще договор о совместной деятельности с ННПП. Он заключен в 2017 году. Еще в 2017 году, научный совет ННП, они разработали проект, в котором определили с научной точки зрения, сколько мест может быть обустроено на территорию Глубокого Тунчука для краткосрочного нахождения людей. Это не рыбалка. Это просто нахождение отдых людей на берегах Глубокого Тунчука. Было определено 80 мест. Всего на 120 человек. 110 или 120 человек. Я сейчас могу ошибиться, там в 10 человек. Там 500 человек живут. Находится 500 человек. Да. Но мое предприятие, где я являюсь руководителем, мы, чтобы вы понимали, в среднем, если на берегу находится 500 человек, то наших там 80 человек. Ваше предприятие какое? Охотники, рыбаки, 21 век, это общественная организация. И второе предприятие, это ООО «Мельниченко». От наших там 80 человек. Это люди, которые приезжают на базу дома рыбака. Я прошу прощения, 80 мест или 80 человек? 80 мест на 120 человек. Ага. То есть там могут быть места на два человека, может быть на один. Понятно. На один человек, в зависимости, где она находится и так далее. Вот эти 80 мест мы обязаны по документам их обустраивать. Каким образом? Это места не просто там, где я захотел. Это места, которые имеют координаты. Они прописаны в договоре. Конкретно вот это вот место, шириной 20 метров, глубиной 10 метров. Эти места мы должны выкосить, мы на это имеем право их выкосить, обозначить там табличками, высадить деревья, поставить мусорный бак, поставить мангал, помост, домик. Это все разрешено? Конечно. Это согласовано ли с приводным парком? Это согласовано с национальным парком, это согласовано с экологической инспектором, это согласовано с лесхозом. На все берется разрешение. Вот если поставить мангал, это одни разрешения. Если поставить помост, это другие разрешения. Если поставить домик, это третье разрешение. Скажите, у вас одни эти есть? Конечно. С кем? Я же вам сказал, с этими службами. С лесхозом, с национальным парком, с экологической инспекцией, с областной администрацией. Нет, просто я обязательно этот вопрос проверю. Обязательно, пожалуйста, вы имеете право. Мы же до чего, когда мы сегодня берем интервью? Я высказываю вам свою позицию, а вы задаете мне вопросы, которые возникают у людей. Потому что таких вопросов тоже попадается. Вот, допустим, ежедневно, чтобы вы понимали, из 100 человек, находящихся на берегу, вот 3-4 человека задают эти же вопросы. Но вот они задали вопрос, и получают ответ, там, 40 минут надо дать ответ, показать кучу документов, а ему не интересно. Потому что он просто где-то слышал, что можно послать кого-то, приехал тебе егерь, приехал тебе инспектор рыбинспекции, национального парка, а он где-то слышал, что их можно всех послать. Потому что он по закону, по конституции, якобы имеет право, там, свободный доступ к реке. У него есть еще обязанности. Вот у меня вопрос возникает такой. Вот мы какую цель преследуем? Мы хотим, чтобы соблюдался закон, да? Да, мы хотим, чтобы было все по закону. Я, как пользователь, нахожусь в рамках закона. Я шаг влево, шаг вправо, ко мне поменяются конкретные санкции. Предприятие может быть оштрафовано, оно может потерять договор, там, лишить со мной какие-то, там, договорных отношений, и все остальное. Поэтому мне нужно действовать по пунктам. А что наш человек? Он приехал, там, максимум получить, там, 80-100 гривен штраф за очень серьезные нарушения, там, переловы, дрочи, там, вышел на лодки без документов, пьяный за рулем. Ну, это сплошь и рядом, и 98% никаких наказаний вообще не несут. Потому что плохо контролируют наши конкретные органы. Мало служб, скажем так, они есть, но их инспекторов недостаточно, людей очень много, и вот поэтому, для того, чтобы наводить порядок на конкретном месте, потому что глубокий Туничук, это место, где наибольшее скопление людей, его расположение, там, нахождение рыбы, и все остальное. В сезон, допустим, там, начинается сезон, в конце августа, заканчивается в ноябре месяц, там, три месяца, там, аншлаг. Ну, вот, для этого, для того, чтобы можно было службам наводить там порядок, и определяется количество людей, количество мест. И, допустим, вот, есть инспектор, любой там, рыбинспекции, пограничников, национального парка, экологической инспекции, водная полиция, транспортная, там, по этим, по лодкам. Вот она едет по берегу, и вот смотрит, лодка стоит возле берега. Вот сейчас подъехать к любому человеку, который стоит возле берега, он будет возмущаться, почему к нему применяется норма закона, составляется протокол за то, что он припарковался возле берега. Люди не знают закона. Он имеет право плавать по реке. Если он получил дозвил на выход с причала, он согласовал маршрут, у него в лодке вписаны его данные, фамилии, имена пассажиров, и они могут кататься, но они не могут выходить на берег. А на берег, если они выходят, они должны выходить только в тех местах, где они специально обустроены и оборудованы. Ты должен провести инструктаж, ты должен расписаться за правила поведения на территории. Когда ты проводишь инструктаж, он же не просто так проходит, там указывается правила поведения и места нахождения. Плюс национальный парк, заключая договора с пользователями, он должен разъяснять, что на глубоком томичке там есть ООО Мельниченко. Она осуществляет такую-то деятельность. Вот такие-то услуги, они платные. Такие-то услуги бесплатные. Вы там можете находиться на своей лодке, стоять на реке, ловить рыбу. Норма вылова там 3 килограмма. В ночное время вы не имеете права ловить. Вы должны уехать. Костры вы не можете просто где попало полить. Мусор, понятное дело, что бросать нельзя. Выкашивать самостоятельно, себе делать места тоже запрещено. Вот такая инструктаж и получаешь, и ты с этим билетиком едешь по территории национального парка. Но опять же, если ты попадаешь на территорию, где есть уже пользователь, там другие правила действуют. Этот билетик просто может, каким образом, допустим, весь билет стоит 500 гривен. Ты приехал сам. Ты уже не платишь 500 гривен, ты платишь 250. За что 250? Ну, если ты приехал на место. Ну, за что 250? Ты хочешь пользоваться местом, которое устроено. Я не хочу пользоваться, например, этим мангалом. Вот не хочу. Не пользуйтесь. Смотрите, опять же, вы говорите такие вот вещи на глубоком турничеке. Есть период времени, когда есть очень много свободных мест. А есть период времени, когда этих мест нет свободных. Они все заняты. Туда люди приезжают, по статистике, чтобы вы понимали. Я в прошлом году, моё предприятие перевезло на глубокий турничок, оказало услугу перевозки, размещения более 15 тысяч людям. Это люди, которые позвонили по сайту, приехали, оплатили, выехали. Мы оказали им услугу. Они заплатили деньги. За этих денег мы заплатили налоги, заплатили зарплаты, заплатили аренду, земли, там все платежи, перечислили национальному парку. Если я не ошибаюсь, только национальному парку мы перечислили официально на счет 180 тысяч гривен за 2019 год. Плюс мы заплатили туристический сбор, а сегодня по закону 12,5 гривен с человека платится туристический сбор за сутки нахождения его на территории, где ведется рекреационная деятельность. Вот каждому человеку прибавьте еще 12,5, 12,5 гривен за каждого человека. Там платится с этой суммы, допустим, чтобы вы понимали, с 500 гривен, это 250 гривен это услуга перевозки, это бензин, это аренда лодки, это зарплата того, кто перевозит. И 250 гривен это расходная часть, если билет стоит 500, это расходная часть. Проплаты национальному парку, плата за пользование охотничьим хозяйством территории, это налоги рекреационные за туристический сбор, это налог на прибыль, зарплаты и так далее. Чистыми предприятие сегодня зарабатывает примерно около 40-48 гривен, если бывает в среднем от человека. Вот это такой сумасшедший доход сегодня. Ну, при очень больших вложениях, потому что надо территорию обустраивать, вкладывать деньги, которые дополнительно, это деньги не зарабатываются, это деньги вкладываются, а потом есть маленькая надежда, что она когда-нибудь здесь окупится. Вот и все. Я в вопросах приведу, приведусь к статистике. 15 тысяч людей выехало, и конфликты мелкие, они бывают, знаете, с кем? Не с теми людьми, которые приезжают сюда, или те, кто приезжает в национальный парк. Это с теми людьми, кто заплатил кому-то за незаконный вывоз, с него взяли деньги, положили в карман, с этих денег не заплатили никаких налогов. А разница, допустим, вот если мы вывозим, предприятие оказывает услугу, предоставляя место, предоставляя услугу вывоза, предоставляя услугу парковки, потому что тут, знаете, все связано. Вот человек едет на рыбалку на сутки, где он машину уставит? Где попала? Там на улице возле магазина. Да и тут, как минимум, ее обнесут. Он будет неспокойно находиться на берегу. Мы предоставляем услугу. Это не платная рыбалка, это услуга по парковке. Нет, тут вопросов нет. Услуга по вывозу, услуга по обусловству места, услуга, там, вывозится мусор, там, и все остальное. И вот человек, который... Я с вами согласен. Александр, когда человек решил сэкономить. Он договорился с каким-то человеком, у которого лодка не оформлена, прав никаких нету, он местный житель, ему нужно, там, как-то прожить, покормить свою семью. И он себе решил, что он может вывезти, там, одного-двоих рыбака, там, за 100 гривен. Он их вывозит, 150 гривен берет с них, там, на бензин, там, и все остальное. Он их вывез, поставил их, где попало, потом к ним подъезжает сотрудник гривен инспекции, там, пограничная служба, ехерская служба, национальный парк, и спрашивает, ваш билет. Он говорит, а вы знаете, как бы, я не знал. А он уже заплатил деньги. И он мог бы заплатить гораздо больше. знаешь, сейчас можно через приват 24 заплатить. Можно заплатить. Можно заплатить. Ну, по каждому. 30 гривен, по каждому билет. Отнимутся от, скажем так, от той стоимости, которая входит за плату за место нахождения на берегу. Но не за рыбалку, чтобы вы просто не путайте, потому что люди говорят, мы берем деньги за рыбалку. За рыбалку мы не берем деньги, она бесплатная. За нахождение на берегу, я же еще раз говорю, она тоже бесплатная. Если ты находишься, скажем так, в нужном месте. Вне зоны рекреации, да? Я правильно понимаю? Ну, смотрите, я отвечаю только за свои 80 мест, которые обустроены. 80 мест, вот я за них отвечаю. За все остальное это должны делать свои функции контрольные национальные парки и другие службы. Они могут закрывать глаза. Вот там будет на берегу находиться 500 человек. И вот эти 500 человек будут бросать мусор, вытаптывать камыш, сжечь костры, будет выгорать плавня, будет вылавливаться рыба там по 15, по 20, по 100 килограмм. И это все будет говорить о чем? Что у нас порядок есть в государстве. И это все будет говорить, а это все делает Григорий. Понимаете, такая ситуация? Вот здесь полностью идет нестыковка, вот это люди говорят мнение. Ни на что не обосновываясь, нет никаких фактов, они говорят, это все делает Григорий. Нет, просто понимаете, я считаю, что у людей должен быть выбор. Или заплатить вам, или пойти и бесплатно ловить так, как он считает нужным. Смотрите. Согласно закону. Сегодня у нас, согласно закону, бесплатное образование, бесплатная медицина, у нас недра принадлежат государству, людям, у нас земля принадлежит людям и все остальное. Но по факту у нас давно уже за все платят. Нет, но все равно к этому нужно стремиться, чтобы было все по закону. Знаете почему? Потому что у нас в законах помимо прав еще есть обязанности. И вот, допустим, ты когда вот создаешь свое частное учебное заведение, ты его создал. Это весь плат. Давайте перейдем к нашему... Александр, еще обратите, пожалуйста, внимание и ваших подписчиков и пользователей, которые используют наше интервью. Знаете, у меня проблем с органами власти не существует. 20 лет. Прекрасно. Объйдите на это внимание. А есть иногда кто-то в фейсбуке что-то напишет, что почему он заплатил деньги. Непонятно когда, непонятно кому и так далее. Пожалуйста, ни один человек не платит нашему предприятию деньги без билетов. Ни один человек. В этом году уже, слава богу, техника пошла вперед. У нас уже будет интернет, мобильные, кассовые аппараты, которые будут находиться на водоеме. Сациональный аппарат будет находиться на базе Дома Рыбака. То есть, мы уже вообще наличные деньги брать не будем. Это будет только оплата через терминал, через карточки, через телефон и все остальное. Это прекрасно. Это прекрасно. Но это, еще раз я вам говорю, это повысит какой-то уже билет будет стоить не 500 гривен, а будет там стоить 510 гривен, 515 гривен будет. Потому что мы должны все делать по закону. Хотя на базар ты приходишь, покупаешь картошку, вам кто-то выписывает чек, вы оплачиваете карточкой на базаре. Если я занимаюсь коммерческой деятельностью, то... все занимаются коммерческой деятельностью, они все продавцы, они ни что там не производители, они все перепродают. У них у всех есть ФСПД, но деньги берут руками, без кассового аппарата. Платежная система наличного и безналичного расчета одинаковая. То есть, я хочу, имею право заплатить карточку. Многие люди просто едут к нам сюда на рыбалку, они оплачивают уже заранее. Они берут наш счет, оплачивают заранее, потом приезжают уже с квитанции. За некоторых мы берем деньги, а он хочет на рыбалку, он уже спешит, все, у него там уже удочку закидывать и все остальное. Мы идем в банкомат, от его имени делаем проплату, пропускаем эти деньги. Но сейчас это будут делать все, каждый за себя. Любой человек, который чем-то недоволен в отдельности, может на меня написать жалобу, может сделать запрос, может там подать в суд и все остальное. Это будет в законном порядке индивидуально будет рассматриваться. А 15 тысяч людей, которые были в прошлом году, они понимают, что они приехали только на машине. Они по дороге купили червяки, макуху, снасти, заплатили за бензин, купили покушать. Они приехали сюда, у них нет лодки, но они хотят выехать на глубокий турничок. Мы им предоставили такую услугу. Где тут нарушение? Нет нарушения. Это подобие Буковели, подобие Азотоки и так далее. Я считаю другое, что нарушение является в том, что если человек где-либо оставил свою машину, сел на свою лодку, выехал с какого-то своего причала, где он там зарегистрировал на лодках, и стал на берегу глубокого Трунчука, и к нему приезжает служба охраны 21 века и начинает требовать деньги. Вот тут, я считаю, перегиб, потому что он имеет право встать и ловить. Смотрите, во-первых, никто деньги не требует. Если человек, я еще раз вам повторяю, если он на лодке подъехал к месту, которое определено у нас, как место, где мы осуществляем регуляционную деятельность, он на него вышел, он там уже расположился, ему просто предлагается либо это место оплатить, если оно свободно, если оно никем не занято будет через час, через два, потому что человек едет с Одессы, оплачивает свой вывоз на конкретное место, а там приехал какой-то Коля, Вася, Петя, и который говорит, я вот тут буду находиться. Он нарушает закон, он не имеет права выходить на берег. Он может находиться в лодке, в реке, пожалуйста, ловит в реке, к тебе никто в жизни не подъедет. Если он станет не на наше место, а станет на другое место, это не моя сфера деятельности, это он будет уже, я же сказал вам, если к нему будет претензия национального парка, там пограничные службы, других служб и так далее, потому что у нас по закону четко указано, что человек, который имеет право выйти на свои лодки, он имеет право просто передвигаться по реке и вернуться на то место, откуда он вышел. Он не может парковаться, он не может высаживать пассажиров. Но это же не ваша функция, контролировать такие вещи. Ну ты все имею право вызвать службу пограничных, чтобы они применили. Это ваше право. Да, мы только таким пользуемся и все. Если человек, допустим, на наше место хочет выйти, оно свободное, мы можем ему предложить оплатить нахождение пользователя услугой. Если он, это место будет занято через право А, кстати, а сколько будет стоить место, если он сам приехал на свои лодки? Ну, как минимум, отменяется стоимость вывоза. Вот у нас, допустим, билет стоит 500 гривен, а вывоз на стоимость 500 гривен стоит 250 гривен. То есть, если он приехал сам, он уже платит 250 гривен. Если он уже оплатил 30 гривен по банку за национальному парку, он уже оплачет 220 гривен. Все, все очень просто. Опять же, должен соблюдать правила вылова рыбы и количество снастей. Плюс, чтобы не было запрещенных снастей, потому что мы только предоставляем услугу обустроенных мест. Но дальше попадает уже под функцией контроля. А вы контролируете вылов рыбы и количество удилищ, которые пользуются ваши клиенты? Я вам скажу так, что это контролируется сегодня и нами, и другими службами по мере у них нахождения возможности. Ваши перевозчики смотрят в садки ваших клиентов? Конечно, смотрят. У нас есть инструкция, мы каждому объясняем, что у нас на каждого человека в сутки разрешенная норма 3 килограмма. Прецеденты были? Ну, конечно, были. Как минимум, либо вызывается инспектор, если он есть, там они дальше разбираются. И людей явно злоумышленников, допустим, когда там 7 килограммов, там еще как-то так, ну, сделаем замечание. Если он везет в турбе там 50 килограмм, там 40 килограмм, и она все порвана, поймана на драч, этот человек самый простой, заносится в черный список, он уже никогда в жизни не выйдет на глубокий таймчук, на наши обустроенные места. Никогда в жизни. Плюс, к нему там дальше, если органы на него составляют протоколы, он дальше ходит по судам и занимается этими всеми вопросами. Но это общая проблема, это должно быть такое, у нас, чтобы вы понимали, каждый человек, выезжающий с дома рыбака, каждый получает инструктаж, рыбак получает инструктаж. Если вы видите, что сыпется сетка, если кто-то ловит на драч, если кто-то там, допустим, закинул не 5 спиннингов, а закинул 15 спиннингов, пожалуйста, не надо вам вмешиваться в этот процесс, потому что, ну, есть люди, приезжают с детьми, есть с женой, он не поехал на отдых, а не ругаться с таким там незаконно послушным рыбаком. Просто позвоните на горячую линию. Дальше, на горячую линию? Дома рыбака. Дома, а у вас есть горячая линия дома? Конечно, телефон, по которому они звонят нам, заказывают выезд, они тоже могут по этому телефону позвонить, и мы дальше уже сообщаем. Нацпарк, в репринспекцию, в водную полицию, мы сообщаем уже. Вы понимаете, вы слышали только негатив. А вот, допустим, такие моменты. Едет пьяный, вот люди видят, что он выпивает спиртные напитки, все в лодку и поехали. Нам сообщают, мы эту лодку останавливаем. Дальше, никто не знает, что там сутки, двое, неделю идет ситуация в судах, там конфисковывается лодка. Мы с этим человеком выступаем как свидетели, пишем заявления друг на друга и делаем такие вот операции, как можно сказать, по выявлению этих пьяных рыбаков. Об этом никто не говорит, потому что хорошие поступки никому не интересны. Вот кому-то интересно просто поговорить о ком-то негативе. У нас есть книга жалобы, предложений и благодарности. Пожалуйста, каждый рыбак отсюда выезжает, там уже, по-моему, три книги уже было исписаны. Они делают свои комментарии. Григорий, хорошо, давайте мы говорим о бесплатных местах на глубоком трунчике. Скажите, 10% от 80 мест это места бесплатные для специальной категории людей. Какой категории? Там на сайте нашем будет расписано, какие там категории. Это инвалиды, это ветераны, это люди которые имеют пленые заслуги, это люди которые будут иметь право бесплатно на этих 10% местах рыбачить. Эти места не в одном месте, они разбросаны по всей территории. Понимаете, когда ты просто выделяешь там какой-то кусочек и как бы многим это говорят мы как изгоре здесь находимся, а другие говорят мы хотим вот везде, чтобы были места и подороже, и подешевле, и по среднему. Вот эти места будут обустроены, они будут обозначены отдельным цветом, на сайте это будет видно какое место. Человек, который хочет попасть в эту категорию, он должен просто немножко потрудиться, должен позвонить заранее, узнать на какой день, что есть свободное, когда можно приехать и все. Место будет обустроенное нами бесплатно, но выехать он туда должен либо сам, либо оплатить услугу вывоза. Потому что бесплатно, но вы понимаете, возить мы никого не будем. Хорошо. И крайний вопрос. Где идет развилка глубокого Тручука с Днестром и вниз до первого Ерика? Вот там, я так понимаю, вы решили сделать места бесплатные. Это так? Абсолютно так. Примерно где-то километр, километр двести это отстрелки до Келеровского Ерика с левой, с правой стороны. Это места, которые будут пронумерованы, они будут обозначены, но взиматься деньги за нахождение на этой территории не будут. Мы пропишем во-первых, в первую очередь, категории людей, которые там могут находиться. Нет, категории, вы сказали, там те, которые 10% от тех мест, которые от Ерика до Выката. Я правильно понимаю? Там 10% это те места, которые у нас уже уходят в 80 мест, которые находятся по глубокому Турничуку. А вот этот кусочек тут бесплатный. Этот будет бесплатно. Вместо взиматься деньги за нахождение на берегу, пользование какими-то услугами оно не будет, кроме вывоза. Кроме вывоза. Вывоз будет по-любому оплачиваться, если человек хочет эту функцию получить. Если он на своей лодке приплывает, он там может находиться. Но опять же, соблюдая правила, нормы закона, нахождение на берегу, парковки, лодки и все остальное. Мы не помним. Потому что, чтобы вы понимали, то, что я говорил, парковаться на берегу, где попало, по закону запрещено. Это проблема каждого грандинина? Это проблема, да, с конкретной службой. Если к ним будут применяться такие нормы, они будут дальше сами разбираться. Это понятно. Спасибо большое за ваше интервью. Приятно было с вами пообщаться. Александр, ну не знаю, пожелания могу сказать? Да. Смотрите, я смотрю ваше видео, которое вы выкладываете, делаете общественную большую работу, беря интервью в лесхозах, в национальных парках, в рыбинспекции и так далее. У меня большая к вам просьба. Вы уже эту работу делаете. Может быть, как-то сможете при вашей инициативе сделать общее собрание. Вот, допустим, представителя национального парка, представителя рыбинспекции, представителя пограничной службы. Мы сядем за один круглый стол. Может быть, ваши активные члены вашего сообщества будут присутствовать. Накопившиеся вопросы там каждой службы там 3-4 вопроса. Мы можем в течение часа провести классное совещание. Потому что каждый в отдельности, одни боятся говорить, те говорят какую-то ошибочную информацию, заводят заблуждение еще больше людей и так далее. Поэтому вот может быть такая вот идея, вы подумайте, мне кажется, что-то было бы правильно, потому что нам нужно выходить не каждый за себя. Мы эти, скажем так, негативные моменты никогда не сможем отрегулировать. Переловы, дрочи, браконьеры, плата, не плата. Мы это сможем сделать очень быстро, если у нас будет взаимодействие. Вот все пользователи, которые находятся на территории, там, есть же с десяток пользователей, которые имеют территорию оформленную. Просто мы все сегодня пока находимся в разнобоге. У каждого отвечает за себя и не хочет никуда вмешиваться. Если мы смогли бы объединиться и действовать по-соседски, воспринимать этот проект как будущий проект, там, вторая Буковель, вторая Затока, мы могли бы очень много сделать совместно. И здесь действительно были бы рыбаки-любители, для которых были бы места платные, потому что они хотят такую функцию, потому что человек хочет в домике жить на берегу, а тот хочет в палатке. У него бесплатная, а у того с домиком платная. Тот хочет на своей лодке выехать, а тот хочет, чтобы его вывезли. Мы должны учитывать все интересы людей. Мы не должны ругаться между собой. Мы не должны конфликтовать, мы должны просто... Вот здесь момент. Сели и обсудили. Я хочу обратиться ко всем службам, которые определил сейчас Григорий и всех приглашаю на наш субботник, который состоится 28 марта 2020 года на 47-м километре. Мы там определили, что это самый грязный участок на Днестре и именно на нем будем проводить этот субботник. Если есть желание всех этих служб приехать к нам и поучаствовать в субботнике и обсудить какие-то моменты и нюансы, всех милости просим. Вы были на YouTube-канале всегда клево. Всем удачи, всего хорошего. Пока.